Сегодня горноуральщина неожиданно вышла из так называемого ковидного коридора стабильности. Его границы, разумеется, весьма условны, а верхняя планка этой условности оценивалась в 130 пациентов с диагнозом COVID-19 не выше за последние сутки. Число заболевших в области 131 человек. При этом, по информации регионального оперативного штаба, состояние 105 пациентов оценивается как тяжелое. 98 из них на реанимационных койках, а 52 подключены к аппаратам ИВЛ. Все чаще эксперты говорят о грядущей второй волне коронавирусной инфекции. А медицинское сообщество сходится во мнении о том, что сезонные прививки от гриппа смогут минимизировать риски осложнений. Ведь если два вируса сойдутся в одном человеческом организме, быть беде. Как уточнил в комментариях заведующий реанимационным отделением 40-й больницы, кандидат медицинских наук Дмитрий Бельский. И COVID-19 и грипп наносят удар в одно и то же место. У тяжелого гриппа точка приложения – это легкие верхние дыхательные пути и легкие. Сейчас пандемия коронавирусной инфекции 2019. Точка приложения у этого вируса – это прежде всего органы дыхания. И, к сожалению, в этом году возможен микс между коронавирусом и вирусом гриппа. Так вот, эти два вируса бьют в одну точку. Соответственно, мы можем с вами столкнуться с тем, что будет вторая волна и это будет микс. Понимая все эти риски, власть по рекомендациям Роспотребнадзора запланировала этой осенью привить от сезонного гриппа до 75% свердловчан. Пока привиты каждый третий. Чуть больше 30%, сообщил на последнем брифинге вице-губернатор Павел Креков. Врачи, которые долгие месяцы спасают людей в красных зонах инфекционных лазаретов, считают массовую вакцинацию от гриппа важным фактором предотвращения двойного вирусного удара. Особенно в таких крупных городах, как Екатеринбург. И все это опять ляжет на плечи медицинской службы, медицинских организаций с двойной, а может быть и стальной нагрузкой. Мы же сами живем в социуме, у нас есть мамы, папы, бабушки, дедушки. Если мы молодые и без факторов риска будем переносить инфекции в легкой форме, то наши родители, наши бабушки, дедушки, они, как показывает опыт этого года, с которым мы столкнулись, это все-таки тяжелое течение заболевания, вплоть до реанимационных отделений, вплоть до их продленной искусственной вентиляции легких и прочее, 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 прочее. Для прививок от гриппа у свердловчан остается совсем немного времени, максимум месяц.